МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такая профессия лгать каждый вечер. Вот такая вот шутка, мем, недавно она еще была шуткой, мемом. Сегодня об этом уже и не в шутку говорят люди, когда вспоминают о российских средствах массовой информации. В принципе, о средствах массовой информации, которые работают на территории России, не обязательно. Вот сегодня мы решили поговорить о независимых СМИ, коих осталось, в общем, немного, и пригласили к нам сюда в студию основателя, руководителя бессменного, по-моему, единственной федеральной телекомпании, которая осталась вообще на территории Российской Федерации, Евгений Губко. Приветствую. Жень, сразу вопрос, наверное, к тебе. Что заставило связаться со всей вот этой вот историей, да, с независимым каналом? Потому что очень многие наши коллеги, они ведь что делают? Ну, твои в том числе и медиа-менеджеры, скажем так, они предпочитают каким-то образом плыть по течению. И хорошо, никаких проблем, ничего. Ты зачем-то связался? Не связался, а нас принудили, так скажем. Мы же... Телеканал Крик, он появился из продакшн-студии на самом деле. Мы выпускали в свое время 31 телевизионную программу. Это была самая большая продакшн-студия в Российской Федерации по количеству производимых телевизионных продуктов. И в городе Екатеринбурге был сговор между директорами телеканалов, тогда занимающей два кресла. Это Левочкина Галина Григорьевна, возглавляла АТН и 10-й канал Антон Стуликов, по сей день возглавляет телеканал областное телевидение, которые объявили войну продакшн-студиям, таким, как мы. И многие из них, мы помним, колеса, еще девочки сидели, производили несколько программ. Была машина такая, совместно с местными властями, включена по уничтожению. Но мы выжили, мы платили, сейчас вот так смотришь, содержание федерального телеканала дешевле обходится, чем тогда продакшн-студия. Мы платили телеканалам за эфир, мы производили телевизионные продукты и вынуждены были платить. Я вам так скажу, что АТН и 10-й канал, мы финансировали полностью зарплатный фонд, полтора миллиона оплачивали эфир ежемесячно. Миллион сто тысяч платили за областное телевидение, за эфир. Ну вот в таких условиях еще приходилось что-то себе заработать. Очень было сложно. В один прекрасный момент я прихожу на областное телевидение, там была коммерческий директор, такая Ольга Михайлова. Она мне говорит, мы платили за каждую программу по 40 тысяч в месяц. Она мне говорит, с 1 сентября, уже не помню какой год, 12-й по-моему год, будете платить по 100 тысяч. Ну понятно, что тебя выживает из канала. Пришлось, естественно, мобилизоваться. Вот, и я поехал в Москву, получил федеральную лицензию, зарегистрировал федеральные СМИ и начали развивать телеканал Крик ТВ. Вот в 13-м году, 17-го июня, сегодня день рождения нашего телеканала, нам исполняется 6 лет ровно. 17-го июня 2013-го года мы получили федеральную вещательную лицензию. 2-6-2-5-6-5-1, телефон прямого эфира, код города 343, звонок бесплатный, платите по тарифам вашего оператора. Кроме того, мы проводим сегодня, как обычно, интерактивный вопрос. Вопрос формулировали следующим образом. Доверяете ли вы средствам массовой информации? Три варианта ответа. Да, нет. Первый, да, и третий, он такой, наверное, он больше даже шуточный, да, но не российским. Дозвоните, отвечайте, голосуйте, в конце эфира подведем итоги сегодняшнего нашего голосования. Тем не менее, может быть, ты не совсем понял вопрос, да? Я имею в виду, когда ты вот начал уже заниматься именно телеканалом, как телеканалом, когда он превратился в федеральный телеканал, пусть может быть не самый большой, но тем не менее, вот ты остался, да, вот где-то как учили, грубо говоря, что это должна быть какая-то независимая журналистика, более-менее похожая на то, к чему мы привыкли. А многие сегодняшние коллеги, они плывут по течению, они где-то там договариваются с внешними чиновниками, с местными властями, а, насколько мы знаем, это мы журналисты сделали, сняли какую-то программу, пошли домой, а тебе приходится держать, в общем, оборону, тебе и звонят, и по голове стучат, из-за моей программы в том числе. Приходится, приходится. На сегодняшний день, как никогда ты понимаешь, когда выходит тот или иной сюжет с критикой, и, допустим, один из примеров, там, Евгений Анисимов у нас едет, автор ведущей программы, что произошло в любой муниципалитет, допустим, Свердловской области, и ты сразу понимаешь, какие олигархи стоят за данным муниципалитетом, я так называю. Мы шутим в коллективе, да, говорим, мы понимаем, кто дербанит город Каменск-Уральский, допустим, когда вышел там сериал «Город выходного дня», кто только не позвонил мне за мэра Каменск-Уральского, Шмыкова, ну, целый список, это все известные фамилии в городе Екатеринбурге, самое интересное, что ты формируешь, зато ты записываешь без проблем сотовые телефоны, начиная от губернатора и так далее, заместители губернатора, они сами звонят очень прекрасно, на прямой связи. Естественно, что давление очень большое оказывается, особенно на критические. В одном из пресс-конференций нашему журналисту, в открытую, начальник департамента информполитики губернатора Свердловской области Юлия Прыткова прям заявила в присутствии других журналистов, «Вы не рукопожатый телеканал». Ну, мы не стремимся, чтобы нам жали руки и так далее, мы стремимся к правде, что если будет больше таких телеканалов, как Крик ТВ, которые показывают, по крайней мере, правдивую информацию, я думаю, будет... Дай, честно, неправдивую, объективную, наверное. Объективную, да, скажем, на сегодняшний день, да, да, объективную информацию, вот, когда я сам же присутствовал в несколько раз в администрации города, когда раздаются ручным СМИ, ну, местным, так скажем, да, лояльным СМИ, их обзовем так, надо, допустим, строительство храма в сквере, когда эти волнения все у нас были, да, во всех федеральных повестках показывают одно, блогеров смотришь, там, интернет смотришь, а наши СМИ местные, совсем другое, и такое впечатление, что люди, выступающие против сквера, это, наоборот, их меньшинство, чем за сквер. На самом деле, вот, телеканал Крик выдержал все-таки позицию нейтралитета, освещал, как и с той стороны были провокаторы, как и со стороны защитников храма боевики были, ну, здесь отдам должное работе правоохранительных органов Екатеринбурга, Свердловской области, выдержали весь натиск, я сам гулял, специально смотрел там, как тыкали штакетником от флага полицейского, он стоял так невозмутимый, и не дай бог бы, пролилась бы первая кровь, это ж Майдан, считай, взрыв был, мне кажется. Тем не менее, при всем при том, что вы остаетесь, ну, таким вот, не самым желательным, или, как ты сказал, не рукопожатым каналом, тем не менее, вы умудряетесь выигрывать какие-то государственные тендеры, в том числе, вот там в Челябинске недавно выиграли, в Екатеринбурге, там еще где-то выиграли, как это вам удается? Мы заявляемся, дело в том, что если историю тендеров, 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 тендеров посмотреть, то они уже годами переписываются, просто переписываются, даты меняются, заявляемся, вот допустим, в городе Екатеринбурге, сегодня мы находимся в студии программы «Открытая студия», эту программу мы выиграли также по тендеру, но администрация города Екатеринбурга в лице Гагарина Анатолия, на тот момент заместителя мэра Екатеринбурга Высокинского и Котлеровой, начальника исполняющего обязанности информационно-аналитического отдела Ольги Котлеровой, нам этот контракт 31 января заключили, подписали, а 8 февраля его расторгли в одностороннем порядке. Выигрывай, не выигрывай, если ты не ручное СМИ, тебе не дадут его исполнять. Последний случай, выиграли мы тендер в Челябинской области по освещению работы администрации губернатора Челябинской области, заявились, выиграли, все вроде бы хорошо, звоню, доброжелательный таким голосом не отвечают, все, приезжайте, все красиво, я приезжаю, подписываем контракт, все улыбаются, вот, и в догоночку уже такой вопросик, а как вы будете свой сюжет выпускать в дециметре? Я говорю, а что вы имеете ввиду под словом дециметр? Ну вот у нас тут написано в тендере такое предложение есть, что канал должен вещать в дециметровом диапазоне, я говорю, а вы в курсе, что в вашей области 3 июня отключено аналоговое телевидение, метр, дециметр, это аналоговые так-то диапазоны вещания. Во всех смертах шумят уже. Девочка молодая, она, видно, не поняла моего ответа, ну, технического, вот, хи-хи-ха-ха, на этом уехали, ну, я же, естественно, что, зная, что нам надо будет в аналоге тоже вещать, они, как бы, вроде 3 июня отключили, все равно продолжается существование аналогов. Перебью тебя, извини, у нас есть звонок. Да, здравствуйте, откуда вы, по какому поводу звоните, как вас зовут? Здравствуйте, я звоню, я из Монквы, по поводу доверия СМИ, доверяю я или не доверяю СМИ? Замечательно. Да, у меня ответ, он не очень впитывается в вашу сетку. Я доверяю СМИ иностранным многим, доверяю блогерам многим, в том числе реальные журналисты. По поводу российских СМИ у меня очень большой вопрос. Даже после последнего института я отписалась от Медузы, потому что считаю, что в данной ситуации 12-го числа это было предательство по отношению к тем людям, которые все-таки вышли 12-го числа. это не принципиально. А вопрос-то в чем у вас я так это самое или просто высказаться хотели? Вопрос-то в чем у вас просто хотели мы поинтересоваться? Может быть Евгению есть вопрос? меня перевели из основного телефона на ваш телефон. У вас написано, я сейчас слушаю прямой эфир. Мы идем в эфире немножко с отставанием буквально, поэтому задавайте свой вопрос. В чем у вас вопрос? У меня написано доверяете ли вы СМИ? Я отвечаю вам. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот человек не доверяется. Дело в том, что человек тоже однообразно судит. Иностранные СМИ, порой многие иностранные СМИ выполняют роль раскачивания нестабильной ситуации в нашей стране. Здесь тоже надо выбирать что вам преподносят и сравнивать. Сейчас въедливый телезритель, который смотрит и телевизор, и интересуется интернет-пространством, так скажем, он сравнивает, где правдивость. И все равно истина-то. Одно СМИ говорит однобокий репортаж, второе вроде как две стороны высказываются, но занимает ту или иную позицию оппонентов. И здесь я скажу, что разбираться прежде всего надо самому. Сейчас пропаганда работает, мы все видим, перевороты в странах совершаются только благодаря тому, что говорят. Не, информационная война, она и есть информационная война, это в принципе, да, и наверное большая проблема в том плане, что за годы отсутствие вообще журналистики как таковой, люди просто отвыкли в этом во всем разбираться, это сложно. Саша, ты загнул отсутствие журналистики. Журналистика есть, просто каждый журналист есть у нас как оплаченные, мы все видели в сквере оплаченных журналистов, да, я сужу, как с ними поступило журналистское сообщество, допустим, нашей Свердловской области, да, допустим, люди, некоторые журналисты, которые там выступали на стороне РМК, там, УГМК, они стали изгоями в журналистской среде, там, такие выражения, как, не плачь девочка, и так далее, это о многом говорит, что все равно люди-то профессионалы, они видят как себя, даже элементарная журналистская этика, пусть, там, кодекса такого не существует, там, у законенного, да, журналистской этики, но ты, прежде всего, должен независимо преподносить информацию, какую бы ты сторону ни занимал твое сознание, да, на той стороне, да, на той стороне, но ты должен понимать, что у каждого есть свое мнение, но когда ты навязываешь воочию, что я вот такой, тут бесы, тут и так далее, вот сегодня на въезд в город Екатеринбург появилась табличка город бесов, да, который уважаемый журналист Соловьев дал нашему городу, и сейчас буквально перед эфиром, читаю на нашем портале местном знак ком Высокинский, заметьте, Высокинский, это глава Екатеринбурга, да, 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 глава Екатеринбурга, будет с полицией искать людей, которые повесили данную табличку, да, указатель, я бы так сказал, и в статье написано, что имидж города пострадал, и так далее, вот, и у меня сразу мысль такая, я неоднократно ездил за рулем сам с Москвы в Екатеринбург, ну, и, соответственно, туда-обратно, вот, и с Москвы выезжаешь, через буквально 50 километров, первый знак, указатель, Челябинск, а наш указатель города Екатеринбурга, первый знак, встречается за 110 километров от Екатеринбурга, а расстояние между Москвой и Екатеринбургом 2000, и вот такой вопрос хотелось, раз ты так переживаешь за наш город, элементарная вещь, почему нет указателей, это же продвижение города Екатеринбурга, везде Челябинск стоит, все едут, на Екатеринбург как ехать? Челябинск, ну, понятно, сейчас навигаторы, все едут на Челябинск, а Екатеринбург уже, когда Челябинск в сторону входит, ну, вот, 110 километров, у нас первый указатель получается, так что у нас мэр такой, где надо пропиариться, он быстренько под шумочек. Не, ну, то, что мэр Высокинский сам себя дискредитировал, по-моему, всем уже очевидно, насколько я знаю, проводим, на сайте Крик Ньюс проводится сейчас голосование по поводу, что хотят люди, хотят ли они, чтобы мэра выбирали, или чтобы вот таких вот Высокинских перед эфиром тоже посмотрел результаты данного голосования, хотел бы людям призвать к более активному голосованию, 4 тысячи, около 4 тысяч у нас там проголосовало, и 4 тысячи за отставку мэра, и 50 человек всего лишь колеблется, да, что мэр устраивает, но надо мэру бы вот такие опросы просматривать самому и реагировать. Не, ну тоже прекрасно понимаешь, как те же СМИ могут все что угодно переврать, вот сейчас женщина нам задавала вопрос вот эта вот история, да, с Голуном, она громкая такая история, которая, в общем, ну она затмила, по-моему, новость с последних дней, все новости с собой затмила, в том числе новости про президента, который участвовал там в Петербургском экономическом форуме, тем не менее, да, мы все заметили, что вот эту историю в конце концов, я не буду врать, что я там думаю, что она срежиссирована была от самого начала до самого конца, думаю, ты так же думаешь, но я понимаю, что в какой-то момент, когда политтехнологи кремлевские поняли, что это горячая тема, и она может вылиться в массовый протест, они ей воспользовались, и мы это видели, что появились тут же всякие разные пропагандисты, которые, как правило, обычно врут где-то в эфире, которые тут же сказали, давайте спасать того голову, людей, в общем, запутали, вот то, что мы видели там позавчера, или когда вчера, там вот этот вот митинг, вчера-вчера, который был якобы в поддержку, хотя на самом деле надо было просто сделать хорошую мину при плохой игре, а народ-то ведь этого всего не понимает, они в этом потоке информационного шума, которого вот огромное количество, они настолько запутались уже, они уже не знают, кому верить, я очень часто, вот это мы с тобой живем в больших, крупных городах, а те, кто живут в городах поменьше, где зачастую, в общем, не такой большой выбор какой-то объективности, вот им куда деваться? Я скажу, в данной истории она темная, да, с этим Голуновым и так далее, сейчас поспешные выводы делать, я знаю, полно журналистов, наркоманов, алкоголиков, полно, потому что у людей такая профессия нервная, они, можно так сказать, начинают расслабляться не теми методами, которые, ну так скажем, законные, да, вот, и здесь что-то полицию обвинять, естественно, что опера, оперативные сотрудники полиции сплошь и рядом, лишь бы дело ушло в следствие, быстренько-быстренько фальсифицируют, мы встречаемся и в ходе нашей работы люди приходят уже, которые под следствием ходят, такие вещи рассказывают, и подкидывали, и выкидывали там из машины, и побои, ну, полно осужденных, наш канал как раз в этой среде, я бы так сказал, что здесь отдать должное сплоченности журналистского сообщества России, оно вообще есть? Да, есть, 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 журналистов России, который возглавляет сегодня Соловьев, не тот Соловьев, которого мы видим на канале Россия-1, другой его полный тезка, Владимир Соловьев, я свое мнение скажу, я не доверяю вот этому союзу журналистов. Нет, да, он изначально был создан, еще до него Богданов, по-моему, да, возглавлял его, до Соловьева, изначально был создан, чтобы дергать за ниточки, надо понимать, да, с Москвы, в регионах пооткрывали кучу, вот у нас Александр Юрьевич Левин возглавляет отделение Свердловское, этого союза журналистов, вот я лично в этом доме журналистов не был ни разу, хотя, по сути своей, у нас есть общие темы, Левин возглавляет общественную палату же еще, мы очень часто снимаем заседания общественной палаты Свердловской области, вот, ну, туда, то ли нас не зовут, мы там не нужны, да, со своими взглядами, так скажем, независимыми, то ли, не знаю, то ли мы не хотим туда ходить, это тут непонятно, и я думаю, ни один наш журналист, работающий на телеканале Крик ТВ, авторы и ведущие, я больше чем уверен, не был, может я ошибаюсь, может кто-то один раз-то и побывал в том доме журналистов, вот, и, мое мнение такое, что, будет этот союз, не будет этого союза, но сообщество журналистское, оно есть, вот тот же Голунов случай показал, что все, полно сайтов, я увидел, заставки, давайте поддержим, молодцы, и, это же сработало, на самом деле, этот, так скажем, все вот эта, информация, вылившаяся в информационное пространство, она, сыграла свою роль, да, и освободили парня, и так далее, виноват он, не виноват, это, только Бог знает, знает, но, я считаю, что здесь, дружба, все-таки, и взаимовыручка, журналистская, сработала. Вот эта вот история с цифровым телевидением, давно хотел спросить, вот я просто до этого, пока я не увидел воочию, как оно работает, я не совсем понимал, что это такое, тут я увидел, и, несколько разочаровался, немного даже ахнул, потому что, что такое было аналоговое телевидение, ну, ладно, хорошо, на федеральном уровне, у нас практически нет каких-то там СМИ независимых, но где-то в регионах, и ты очень много работаешь с регионами, есть маленькие региональные телеканалы, которые, в общем, выражают какую-то действительно объективную точку зрения, не только КРИК-ТВ, там, в Ивановской области, я вот знаю, есть телекомпания БАРС такая, ты с ней сотрудничаешь, на Алтае, там, да, там, за Алтаем, в Красноярске есть телекомпания Фонтова, тоже достаточно такая объективная телекомпания, с появлением вот этого цифрового, телевидения, осталось вот эти два мультиплекса, где входят правильные государственные каналы, а вот эти вот маленькие региональные, они практически вылетели из эфира. Ну, так, Саш, нельзя преподносить вот эти, этот мультиплекс, вот этот первый 20 каналов, что, естественно, что государство, ну, под эгидой же государство запускало цифровое телевидение, естественно, в начале свои, это будет расширяться, я вам скажу, что в Киргизии, в цифровом эфире, в открытом доступе, Киргизии, да, вроде бы, мы отличаемся и по развитию, и так далее, дружественная нам страна, 43 канала, 43, у нас 20 каналов, да, на сегодняшний день, вот, ну, вот, допустим, в Свердловской области еще свой мультиплекс есть, да, он так полузаконен, полунезаконен, непонятно, какой у него статус, вот, ну, есть свое цифровое телевидение, так как мы были первой областью в 2004 году, которая запустила цифровое телевидение, ну, в режиме Т2, Т вернее, сейчас просто более усовершенствованы Т2, цифровое телевидение, но телевизоры, современные телевизоры, они ловят и тот режим, и этот режим, в принципе, когда ты включаешь сейчас цифровое телевидение, именно в Свердловской области, то вначале ловится наш мультиплекс местный, где есть каналы, а потом федеральный. А у меня одно точно оборот, сначала федеральный. У тебя старый телевизор, ты же сам мне только что сказал. А новый телевизор, который у меня дома на кухне висит, вообще... Ну, я так скажу, что у нас же любят точковтирательством, да, заниматься, что касается цифрового телевидения, везде рассказана вся территория Российской Федерации, поставлены вышки, передатчики, на самом деле, фактически не везде именно на вышках цифрового телевидения размещены передатчики цифрового телевидения. Во многих регионах просто договаривались с сотовыми провайдерами, которых просили пустить на свои вышки и поставить соответствующие передатчики цифрового телевидения. Но вышки находились уже построены. Они же должны в определенном порядке быть расставлены, чтобы был охват и цифровым телевидением. Соответственно, в некоторых сейчас регионах, тут же я знаю, Азбест, Малышева у нас, плохое качество цифрового телевидения. То пропадает, то появляется и так далее. Мне, у нас есть представители, Нижний Туре тоже аналогичная ситуация. Ну, вроде как по России, в общем, оно запущено. Сейчас, естественно, что будут где-то усилители ставить, все это выровняется, более-менее люди придут, так скажем, к качественному эфиру. У нас две минуты до эфира. Коротко хочу еще вот о чем спросить. Работаешь почти, там 45-50 регионов уже охватывает сегодня. 83. А, 83 регионов. Из 85. Насколько я знаю, ты стараешься все равно искать какие-то телекомпании, которые действительно что-то более-менее объективно делают в разных регионах. Где-то сложно с этим, где-то попроще. Насколько тяжело вообще налаживать контакт, потому что люди, я знаю, побаиваются. Очень, очень, да, очень тяжело. Вот последние запускали, сейчас у нас Сызрань, допустим, да, город. Вот с директором разговаривает телевидение. Ну, все хорошо, но надо согласовать там с мэром города. Я говорю, вы разве не заинтересованы, чтобы ваш канал не только в Сызране был, а вообще во всей, да, заинтересован. Но вот мы там смотрим, анализируем и так далее. Люди тяжело идут, немножко недоверие какое-то есть, а зачем мы вам? Как зачем? Мы хотим всю Россию охватить, чтобы каждый знал даже про маленький город, что у нас творится. То у нас Питер, Москва в федеральной повестке, ну, Новосибирск, Екатеринбург, все крупные города, там, Красноярск, а маленьких-то городов, там, 200 населения, та же Сызрань, там, Сочи, ну, города такие более-менее. Ну, то есть сложно бояться, по-прежнему люди еще видят. Бояться, бояться. Ну, работаем, находим точки соприкосновения, я думаю, и дальше будем находить, в принципе, руки не опускаем. Дай бог, и мы подводим, да, наша программа подходит к концу, у нас осталось буквально там 40 секунд до конца, давайте подведем итоги голосования. Напоминаю, спрашивали мы, доверяете ли вы СМИ? Три варианта ответа. 13% ответили, что доверяют, 75% ответили, что не доверяют, 12% ответили, что доверяют, но не российским СМИ. Вот. Может, неправильно сформулировали мы этот вопрос, не российским, потому что на территории России, тоже как показывает практика, есть еще? Немного, небольшое количество... Да нет, на самом деле есть много, много СМИ, просто есть боязнь, да, еще боязнь, ну, эта боязнь, она проходит, я вот сейчас замечаю, выходят на нас на связь, люди, ну, нормально все. Самоцензура, короче. Спасибо большое, это была открытая студия, мой гость Евгений Губко, основатель, бессменный генеральный директор телекомпании Крик ТВ, сегодня день рождения, 6 лет телекомпании, спасибо, что были с нами, а мы увидим, и услышимся очень скоро, через неделю. Все, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok